Краевой совет безопасности, проводимый перед майскими праздниками, обычно самый продолжительный. В этот раз на совещание под руководством губернатора и главы управления ФСБ ушло три часа. В нынешнем году май один из самых напряженных месяцев с точки зрения безопасности. Друг за другом сразу четыре праздника. С конца апреля Формула-1, потом Первомай, Пасха и День Победы. Ответственность за стабильность и безопасность жителей и гостей края в этот период. Мы привыкли считать, что лежит на правоохранительных органах. Мы, знаете, давайте не будем свой хомут на правоохранительные органы надевать. Все вместе. Это наша зона ответственности и наша безопасность. Просто сидим и уверены в том, что пронесет или ничего не будет. Или вот те люди в погонах закроют и не допустят просто проникновение на территории края. Это наш край, наши жители. Еще раз подчеркиваю. Все вместе. Совместная работа силовиков, органов исполнительной власти и органов местного управления. Это вот все, на ком лежит ответственность за безопасность в крае. Вениамин Кондратьев дает поручение в течение трех дней разработать алгоритм действий органов местного самоуправления во время майских каникул. На усиленный режим работы перейдут и все силовые структуры. Охранять порядок в крае будут больше 30 тысяч человек. На помощь полицейским выйдут казаки и дружинники. С третьей декады апреля и по май месяц приостановить отпуска личного состава каждый сотрудник полиции на сегодняшний день на счету. С учетом того объема задач, который лежит перед главком. Уже с мая на Кубань увеличивается поток туристов. Часть из них едут в регион на автомобилях. Поэтому дорожной безопасности должно уделяться повышенное внимание. Тем более, что часть аварий, по словам прокурора Краснодарского края, происходит как раз из-за недосмотра специальных служб. Требует повышенного внимания вопросы безопасности дорожного движения, в том числе состояния дорожного покрытия. Каждый день практически в сводках идут сведения о том, что у нас ДТП с жертвами. В связи с этим необходимо дополнительные усилия органов ГИБДД не сидеть в кустах, а находить возможности своевременно разводить пробки и реагировать на те или иные возможные риски. Транспортным узлам после теракта в Бельгии уделяется особое внимание. Чтобы найти слабые места, устранить их, тестовые проверки с закладкой муляжей взрывчатки проводят на всех железнодорожных вокзалах, станциях и аэропортах Кубани. Однако в этих структурах, замечает губернатор, любят перекидываться ответственностью друг на друга, что недопустимо, когда речь идет о безопасности людей. У вас как в анекдоте, знаете, анекдот такой мизинец, безымянный, средний, большой, указательный, перемешал, где какой. Вот это ваша компания, прицеп компаний. Пальцы одни, только вот так вот мешаете и фигу нам скручиваете. Вам никто не дал право рисковать жизнью пассажиров, людьми. Коллеги, не может быть такого ответа, вводите в наше положение. Нет вашего положения. Есть одно положение. Положение общественной безопасности на высоком уровне. Вот и все. Одно положение. Вот вы здесь должны войти, наоборот, в это положение. Но не в ваше. Ваше никто уходить не будет. Берите, раз вы сегодня отвечаете за эти объекты, обеспечивайте и общественную, и анти-теористическую безопасность на самом высоком уровне. Но безопасность на праздниках, как это часто бывает, тесно связана с тем, что люди будут есть и пить. А с началом курортного сезона контрафактный алкоголь традиционно польется рекой. Только за один месяц, по словам вице-губернатора Юрия Гриценко, изъято больше 97 тысяч бутылок незаконной алкогольной продукции. Список некачественных товаров также возглавили молочка, рыба и мясо. Основными каналами сбыта контрафактной продукции остаются независимая розница. На нее приходит сегодня 16% контрафакта. Открытые и крытые вещевые рынки – это 44%. Онлайн-торговля и торговля в социальных сетях – 36%. Сетевая торговля – 4%. На территории края удалось снизить количество контрафакта, продаваемого через крупные сетевые магазины. Но это не значит, что на остальные точки сбыта стоит закрывать глаза, подчеркивает Вениамин Кондратьев. Тем более, что в большинстве случаев не секрет, где все это продается. Сегодня так много звучит контрафакт, потом говорят фальсификат. Говоря по-русски, все это подделка. Поэтому сегодня наша задача – под этим подделкам поставить дослом. И как бы они ни назывались, мы должны перейти к реальным шагам. По магазинам, по рынкам, по там, где это все продается, где это сбывается. Я хочу починуть, вы все главы, коллеги муниципальных образований знаете, где у вас этот контрафакт продается. Где можно купить, с какой фуры или за каким прилавком на том или ином рынке это все продается. И покупают, коллеги, мы не знаем, где наши дети что покупают, когда они идут в школу или со школы. Какой продукции они руку тянут на той или иной торговой полке. В этом вопросе важно не только отслеживать на постах, что везут грузовики, но в целом сделать рынок сбыта для незаконной продукции непривлекательным. Губернатор дал поручение во всех районах края вместе с силовиками проверить точки торговли на так называемый серый товар. Если на Кубани станет невыгодно продавать контрафакт, его сюда просто не повезут. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Краснодар.